здравствуйте уважаемые зрители мы рады вас приветствовать еще раз том же составе я очень благодарен я очень благодарен дабы видовое за то что мы представляем такую возможность в своем хэппи арт идея на седьмом этаже галереи рига сделал такую запись я еще больше благодарен господину соколову за то что он в прошлый раз как лев защищал интересы русской общины латвии и это дал ему возможность отговорить много важных деталей я не представился Эдуард Шнерс председатель общества избирателей латвии и Владимир Соколов председатель русской общины латвии мы в прошлый раз поговорили в основном такую острую и скользкую тему а чего вы хотите от русских на эту тему можно будет очень много разговаривать но мы просим само по себе продолжение а почему латвическая часть общества именно этого хочет в Латвии я имею ввиду сферу международных отношений наверное это важно для вашей общины ну да всегда важно знать еще хочет человек с которым рядом ты живешь ну мы в прошлый раз оговорили немножко как формировался менталитет латышей как они жили в составе Российской империи как были искажены социальные отношения в советское время и почему нельзя прийти в законодательстве к тому же положение что было между ними мировыми войнами искажение будет слишком легкий чтобы просто вернуться на прежнее положение и чего мы хотим в конце концов я как пример предложил в жизни русской общины уже в течение не станет во Франции если имя у вас абсолютно абсолютно потому что община во Франции это иммигранты община в Латвии это люди которые живут тут веками трудно заметить что если так при всех там любить не любить Российскую империю но с 1710 года Рига входила и часть Леплянди в Российскую империю и сказать что здесь никогда русские не жили невозможно дело в том что это разные понятия я еще раз говорю программа интеграции на западе это интеграция иммигрантов да я согласен что здесь это самое здесь здесь люди разных новых как бы здесь разное время приезжали да но само по себе само по себе здесь коренное отличие от Франции что здесь есть много достаточно русских которые жили все время сказано в составы мамы те которые приезжали по Францию они приезжали как иммигранты их чувства были они понимали что здесь те люди которые приезжали когда были в составе советского союза то люди не приезжали как иммигранты, они приезжали работать, они приезжали и помять, даже не осознавали, и вообще действительно они неправильно делали. То есть здесь, понимаете, люди абсолютно другого характера, и к ним нужно относиться немножко по-другому. Они не плохие, не хорошие, они такие же люди, как мы все. И почему их априори заранее уже в чем-то обвинять, я лично это отвергаю и не понимаю. Вы совершенно четко излагаете чувства в вашей общине, но есть еще и фактическое положение тела, которое никак не может измениться в зависимости от того, как человек к этому относится и как он чувствует. Ведь когда бы люди не приезжали в Латвию, даже начиная с немецких рыцарей, которые сюда приезжали, они все равно осознавали территорию, территории Латвии, Латышей и Юго. Когда переселялись сюда старообрядческие общины, они переселялись именно в Латвию, бегая под террором в Россию. Когда после революции сюда, как мы называемые белоквардейцы, приехали и остались в Латвию, они тоже приезжали как в Латвию. Они сохраняли свою национальную идентичность, образование и прочее. Но осознание того, что они в Латвии, это было подспудно, на подсознательном уровне. И оно совершенно не то, каким оно образовалось между двумя войнами в советское время. Вот эта вот разница... Какие-нибудь, например, были очень разглядны. Ну, извините, я заговорился. Вы после второго мировой войны? Да. Вот что было между двумя войнами? После второй мировой войны это большая разница. Именно в положении того латышеского общины и в ситуации между национальными отношениями. Вот, как я уже заканчиваю и говорил в прошлый раз, что если бы не было периода советской власти, мы бы жили по тем же законам и сегодня. И все было бы так, как прежде. После советской власти, после этих искажений, их нужно исправлять. И поэтому нельзя оставить то, как было. Во-первых, немецкой общины фактически уже нет. Во-вторых, Советская империя и Царская империя – это две большие разницы. В международных отношениях очень большая разница. Но в Царской империи не было задачи создать новую социальную обществу, советский народ. Хотя все остальные преимущества империи не были. Хорошо, вы не ругаете советскую велию, советских людей, советский народ. Кто они? Причем тут русский и советский народ? Почему именно на русских упала вся тяжесть вот этого всего? Мне иногда говорят, советские оккупанты там и прочее. Простите меня, кто это были советские? Там что-то не было. Ватышей, украинцев, белорусских, русских всех. Почему это все реакция идет на рефлексия на русский народ? Я не знаю, что мы все строили коммунизм. Потом, когда мы все разбежались, как говорится, остались одни. Это, знаете, мне напоминает римскую поговорку. Победность отцов – поражение всегда сирота. Я совершенно с вами согласен и скажу даже больше, что в результате этого именно русский народ и пострадал больше до них. Мы все были рабами советской системы, строившей коммунизм. Все. Причем рабом этой системы был не только простой работяга и средний руководитель. И высший руководитель государства. Они тоже были рабами системы, на которую работали, которые служили. Жертвами были все. Создали такое общество, такую жизнь, что жертвами были все. А как это было под эгидой якобы русского народа, России, Россия и русские вроде как синонимы, в каком-то смысле, то и русские именно пострадали больше других. И в этом смысле вы совершенно правы. Но только не правы в том, что вас за это обвиняют. Вас за это не обвиняют. Обвиняют только тех и за то, что они пытаются опять-таки защищать этот строй и его последствия. Они опираются на то, что было достигнуто в те времена. Ведь то, что мы говорим, что мы сейчас обсуждаем, оно все проистекает именно из философии антикоммунизма. Если встать на позицию, что коммунизм – это зло, это фикция, которую невозможно внедрить в жизнь, она противоречит природе человека. И с этих позиций, рассуждая, дойти до наших времен, до нашего времени, мы все тогда поймем и разложим по полочкам, почему так, а не иначе происходит всего там. Ну, во-первых, коммунизм – это слишком сильно, как говорится, все строили. Кто-то лучше жил, кто-то хуже. В основном жили все, ну, знаете, как говорится, мы все жили, и не надо так говорить. То есть все жили всегда, не только потому, что там было зеленее, и мы были моложе, просто жизнь по-разному складывается. И сегодня жизнь по-разному у всех складывается. Я не думаю, что… Второй момент, то, что вы сказали, да, я согласен, что коммунизм – это мечта. Мечта человечества, которая еще с Томаса Мора началась, и со всех, Кампанелла и прочих. Да, она недостижима только по однократительности. Знаете, как говорится, «свак человек телом и немощным духом». То есть то, что мы признаем – это другой вопрос. То, что мы не можем это построить – это опять же другой вопрос. Но при чем тут коммунистические идеалы, рабство, ну и прочее, прочее, которое вы применяете. Понимаете, в чем дело? То есть здесь я хочу другое сказать. Ведь падение коммунизма не привело не только, как некоторые говорят, в геополитических катастрофах. Это другое. Я убираю политику. Она привела и к экономическим результатам. Капитализм сегодня, спустя 30 лет, совсем не тот капитализм, который был 30 лет назад, когда существовала система. Я до сих пор помню Бориса Кагарлицкого, когда он сказал, что один фельдский профессор стал экономик и говорит, что Советский Союз построит рай для рабочего класса. Потому что он сделал паузу в Финляндии. Вот на сегодняшний день эти выступления желтых жилетов и всего остального, они показывают о чем? Подсознательно они понимают, что капитализм изменился. Нет конкуренции, и он стал другим. Не будем вспоминать Карлова Макса с его 300 процентами, что он может сделать капитализм за 300 процентов. Дело в том, что показатели меняются. Показатели все говорят о том, социологи, что на сегодняшний день все пришли к выводу, что дети будут лучше, хуже, чем родители. А создание среднего класса было в основном начиная с 60-х до 80-х годов и 90-х еще было. Сейчас средний класс истончается, но самый еще другой есть показатель. Меняется структура среднего класса. Если тогда это были средний класс профессионалов, то есть те, которые создавали добавочную стоимость и прибавочный продукт, то сейчас, к сожалению, структура среднего класса меняется, и он заменяется госслужащими. Понимаете, в чем дело? Те, которые потребляют и распределяют. Они производят. Поэтому я хочу сказать, что капитализм тоже сейчас не тот, который был 30 лет назад. И мы сталкиваемся, и вот это недовольство, которое зреет и везде появляется, как их называют популистами и всеми-всеми, то есть здесь есть эти все. То есть никогда не происходит в жизни просто одно зло, другое добро, здесь черное, там белое. Жизнь на гагаа. Обсуждая капитализм и коммунизм, это будет другая тема немножко. Я ее коснулся только лишь в таком аспекте, что все, что происходит у нас в Латвии, в законодательной сфере, в среднем социальных отношениях, это проистекает именно из антикоммунизма. Да, ну а почему эта русофобия появляется? Почему это откладывается на русских? Считайте себя антикоммунистами. И считать русофобией антикоммунизмом... Это сейчас жарно, к сожалению. К сожалению, на сегодняшний день это получилось... Оно только равно тому и для тех, кто защищает какие-то аспекты коммунизма. Простите, я в это время, и что я буду упрекать? Своих родителей, самого себя? Зачем? А я буду их упрекать. Вы упрекаете? Они были бессильны что-либо изменить. Но они как-то бессильны. А 91-й год разве не изменилось? Как это они были бессильны? Ну, за первый год уже меняли мы, не родители. Почему? Не родители. Мы уже меняли. Ну, а родители какая достава здоровья? Родители поддерживают. Очень тяжелая. Очень тяжелая. Только я никогда не упрекнул своих родителей. Никогда. Мы упрекаем не людей сейчас, а системы. Системы. И если человек защищает эту систему, то он на себя принимает. Я систему не защищаю. Я защищаю то, что здесь люди жили во все времена. И все системы, все политические системы, они всегда, в любом случае, они имеют свои плюсы и минусы. И система та, которая была при Сталине, совсем другая, чем система была при Прешне. Мы сейчас это не разберем. Не разберем. Я просто хочу вынести за скобки коммунистическую систему. Выносим ее за скобки. Мир развивался естественным образом. Естественным образом. Путем конкуренции. Согласен с этим. Одно общественное устройство сменилось другим. Но единственное придуманное философами и реализованное насилие, страшное насилие, которого мир не видит от этого, это было коммунистической системой. Это философами выдуманная фикция, которая не жизнеспособна к человеческому муществу. Оно не может существовать. Мы закончили с этой фазой. А мы получили достаточно интересный опыт. То есть, поймите правильно, существование... Очень бы не хотелось. Если бы от нас зависело, очень бы не хотелось бы, чтобы... Но от нас, если бы не зависело, понимаете, в чем дело. Но это прошло. Меня интересует сейчас, что будет так же. Это прошло. Значит, дальше, если... Я что-то хотел сказать, а мы так отвлеклись, что если понять глубину происходящего, то надо исходить из антикоммунизма. Так. Ну, антикоммунизм, хорошо, я понял. А антикоммунизм... Он не предполагает создание единой социальной общести. Хорошо. А как-то он хочет. А в мире сейчас около шести тысяч языков. И ученые говорят, что половина из них, три тысячи, в этом столетии исчезла. Так. А я вот и перехожу к вопросу, а зачем вот и шам это надо, так мучиться, бедную несчастную, русскоговорящую общину в Атлине. Ну и зачем? Как написано прямо в реконституции, чтобы этот язык, этот язык и эта культура сохранились только? А мы там что, поменьшаем? А как оно может сохраниться? Только тогда, если этот язык используется во всех сферах жизни на какой-то определенной автономной территории. Во всех сферах. Вот это и есть гарантия сохранения языка. Если вот от школы до атомной физики в этом обществе можно оперировать на этом языке, и это поддерживается, сохраняется, значит, этот язык никогда не исчезнет. Он будет обогащаться вместе с развитиями науки, техниками. Он будет сохранять и культурные традиции. Но если он войдет в свободную конкуренцию с более распространенными языками, он обязательно будет, с одной стороны, обогащаться, но и распрояться. Если он не будет защищен административными мерами. Ведь нигде в мире нету. Но есть законы, по которым несколько языков в одном государстве равноправны. Но нигде нету, чтобы они и имели равноправное храждение фактически. Просто ситуация в всех государствах такова, что этот аспект никого не интересует. Но никто не переживает по поводу того, что шведский язык в Финляндии совершенно неравен финскому. Независимо от того, что в законе неравен. Но в жизни они неравны. Но это не волнует ни шведов, рядом Швеция, культура, культурная воспитка идет оттуда. Это не волнует и финнов, ибо шведский язык не угрожает финскому распорению. В Швейцарии четыре языка, но там кантоны, конфедерация. Там не знают граждане все четыре государства языка. Каждый живет в своем кантоне и знает язык своего кантона. Но есть в законе о шкодном образовании, что кроме своего кантона, как иностранные изучают еще один из соседних языков. Но нет того, чтобы на равных, на одной территории существовать несколько языков. Я не понимаю, о чем вы говорите? О какой равенстве вы говорите, если русские иностранные, а латышские государственные? Вот есть законы, а есть фактическое положение. Так и что, вы хотите исправить, что фактическое положение? Фактическое положение. Фактическое положение русского языка в Латвии не изменится. И никакими законами его не изменишь. Оно как и было, так и останется. Состав населения, рядом империя, значение русской культуры во всем мире. Что значит империя? Вы не переживайте насчет слова. Нет, я просто не понимаю другого. Я не понимаю другого слова. В вашей фразе есть отрицательная коннотация. Любое слово. В этом можно быть положительным и отрицательным. Когда вы будете говорить Британская империя или Французская империя, вы без такого напора это говорите. Почему вы относительно России такие напоры говорите? В этом предложении я подслуживаю. Почему у вас под этим, у вас присутствует к этому предложению и слову отрицательная коннотация? То есть вы хотите так упрекнуть или в чем проблема? В этом предложении, под словом империя, я имел в виду огромное многонациональное государство, объединенное русским языком культуры. Но почему? Оно находится рядом. Я назвал это империей. Хорошо или плохо, пускай решают народы, которые в ней живут. Но это большое государство, объединенное одним языком и культурой. И она рядом. Нет, почему? В Татарстане, Бакирастане, в Чечне свои языки, которые одноправные существа... Это еще одна тема для разговора. Да, там... Татарстанцы в Санкт-Петербурге... Когда они сказали, мы вернемся. К этому вернемся. Дело не в этом. Дело в том, что огромное государство, которое... Ну хорошо, но просто есть естественно, как бы в мире во всем есть большие государства. Это праза не стоит того, чтобы... Нет, 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 это что это? Это показывает чувство. Я перечислил обстоятельства, по которым позиции русского языка в Латвии не изменятся. Я думаю, что они могут измениться. Я другое хочу сказать. А изменятся? Не изменятся. А зачем же вы? То есть, вот так вы сказали, что путь живет в бочку никаких. То есть, никаких и пупы. Вообще, то есть, фактически он такой. А в административном, на правовой фазе, его вообще-то существует. Вот это язык. А зачем? Зачем мы ломаем жизнь? Все правильно. Между фактически и законодательно. Так вот, фактическое положение языка не изменится. А то, что в законах нет у него преимущества. А не надо преимущества. Никто преимущества не просит. Просит только одно, чтобы он не был в иностранном. То, что закон... То есть, для понятия, что значит русский язык в Атве иностранном. То, что в законах нет, что он государственный. Это не изменится. Опять передергивание. Передергивание. Никто не просит государственного народного слова. Зачем передергивать? Вопрос стоит о том, что он не иностранный. Любой статус. Насменьшинистый, региональный. Статус как бы. Мы потеряли нить. И к этому мы должны дойти очень позже. Потеряли нить. Если есть государственная автономия, на территории которой все сферы жизни охвачены языком, пусть он будет малюсенький. Но если это положение поддерживается, этот язык, эта культура сохранится. Если позволить наравне с ним ходить к какому-то другому языку, более могущественному, наравне же никто не просит. Как только появляется какой-то официальный статус у второго языка, у рядового гражданина есть выбор. Какой его статус? Официальный статус. Ну я же не говорю про официальный. Дело в том, что официальный статус и государственный, а не международно графны. В некоторых статус официальный считается, в некоторых государственных. Давайте поговорим на тему. Я на тему одну. Я не могу понять. Вы боитесь, а я тут речу. Подождите. Давайте поговорим на тему. Я не знаю. Вы боитесь. В смысле, потому что мы боимся. Это ваша ситуация. Да нет, ну как, вы же сами говорите. Мы боимся, потому что мы боимся, мы боимся. Мы уже прошли сговорили. Что с принятием закона по языке, об образовании, бояться уже нечего. Остается только понять. Понятно. И укрести наши с вами эмоции. Нет, я понимаю, что закон об образовании, о уничтожении русского языка, воды русского образования, нас меньшинство очень знает. И, конечно, это что бояться-то? Я не понял одну мысль, что значит, что это за статус такой у языка должен быть, по-вашему, не государственный, но и не иностранный. Вот где эта середина, я ее не вижу. На предшественной, так же, как было в Первой Республике. Были уже русские школы. Были на русском языке школы, где прекрасно сейчас есть русские школы. На сегодняшний день, согласно закону, там уже остается даже пеликвальный пол, когда компромисс достигнут, то есть 60 на 40, то там был. А на сегодняшний день, насколько я знаю, по закону, на сегодняшний день, на сегодняшний день по закону уже выше, средняя школа, она будет только на матрическом языке. Школьное образование основное 50 на 50, и то это тоже переходные правила. И уже разговоры идет о дошкольном образовании на матрическом языке. Дело в том, что когда в 98 году Байбер Петерсон и Байбер Кинселер я делал дискуссии, когда 1 октября 1998 года, мне объясняли переход средств образования на латышский язык, закон же 1 октября 1998 года, что тогда убрали высшее образование на русском языке. Мне сказали, так как высшее образование на русском не существует, то тогда нужно же школы уже на русском языке. Я говорю, а когда сделаем на русском языке школы, тогда и детские сады надо на матрическом перевести, ну по этой логике, понимаете? Так может сразу вот дыши и рожать тогда, зачем же мучиться, как говорится? То есть логика, понимаете, в чем проблема? То есть не должно тогда быть никого. Ведь проблема заключается в том, вы в углове угла ставите не социально-экономические государственные интересы, а вы ставите в язык и культуру. А что значит язык и культуру в углове? В чем был спор между младой латышами и старыми латышами в 19 веке? С этим я не согласен. Подождите, в чем был спор между старыми латышами и младой латышами в 19 веке? О создании национально-культурной автономии, в Атвии как национальной культурной автономии, в составе империи русской, российской, ну русский будем говорить, это младая латыши. А старое то, что Рейтинг, по-моему, фамилия была его, они в социально-культурной автономии в составе балтийского неподнимателя. Это был большой спор. Но был взрыв, был взрыв и удача в момент Первой мировой войны, когда появилось латышское государство, латвийское. Ну, было латвийское государство, преимущественно национально-культурной автономии, да? И тогда было образование на русском, на немецком, да, и все остальное. Это был такой вот. После этого все равно, вы поймите, Паня, я задался, почему так и я бы в союз быстренько вступили после этого? Потому что вот этот остаток, если ты во главе ставишь язык и культуру только, не социально-экономическое, и во главе, значит, это во главе это национальная культурная автономия. И тогда все равно, ты будешь ли в составе Советского Союза или Евросоюза, поймите правильно, если ты ставишь во главе государство, ты должен вставить социально-экономические интересы, учитывать интересы всех людей, в том числе разнообразие. И во главе поставить это. И понимаете, в чем дело? Вы все время говорите о языке и культуре, и больше ничего на этом нет. Ну, что тогда сделать? Анклав, Латвию и всех вычистить? Или это подсознательно то, что когда Балтийцы их в 1939-м выгнали, а евреев, к сожалению, Хавакос был? То есть мы что будем? Очищать Латвию. То есть от нежелательных элементов, в честье русских. Возразить можно? И первое, что я хочу возразить. Эти вопросы не пересекаются, а параллельно. Построения культурной автономии нельзя рассматривать как идущие в ущерб экономики. Экономика – это одно, а поддержание культуры, языка – это другое. Они где-то могут сталкиваться, в каких-то частных случаях, интересы каких-то на уровне отдельных людей. Это влияет друг на друга. Но это совершенно не одно и то же. Это совершенно не одно и то же. Экономика. Что в приоритете? Национальная культурная автономия или социально-экономическое развитие? Что в приоритете? Нет такого вопроса. Такой вопрос вообще не стоит. Что в приоритете? Экономика должна быть, ее надо развивать. И культура каждого народа тоже должна сохраниться и развиваться. Вот, как мы видим, каждого народа. Я согласен. Латвия не такое государство, которое может стать колыбелью для нескольких народов. Тем более, что у каждого народа, проживающего, у каждой национальной общины, проживающей в Латвии, есть свое государство, где должны быть обеспечены все условия русские в Латвии. Я не знаю, что творится в России и других странах. Я живу в Латвии. Какое будущее у русских в Латвии предусмотрено? Вы предлагаете Латвии, Латвии как государству, заботиться в том числе и о тех меньшинствах, которые... Давайте я сформулирую. На первой республике могли заботиться? Давайте я сформулирую. Вы предлагаете ли вы Латвии создать в Латвии все условия для автономного сохранения, развития, много со временем, использование всех северных жизней русского языка? Нет, ни в коем плане. Тогда все государственные, муниципальные и административные работают, но на латышском языке государственных вопросов нет. Но образование, использование его в каких-то... В этом тоже вопроса нет. А как вопроса нет, если закон об образовании исчезает? Вот, минуточку. И он уничтожает образование на русском языке. Образование на русском языке, в том числе, как мы и говорили, доступ ко всем культурным и мировым ценностям. Давайте обратимся к диалектике. Уничтожать и создавать, это разные вещи? Ну, не знаю. На практике это разное. Я не знаю, как теперь. Настолько сегодня охотить язык и, как говорится, искусственность. Если процесс создания всеобщего, обязательного школьного образования на латышском языке затрагивают интересы тех, кто хотел бы сохранить в себе и другие языки, это, конечно, проблема. Она понятна. Но это не взаимоисключающие вещи. Как не взаимоисключающие? От того, что... А вы мне скажите, пожалуйста. Сейчас скажу, минуточку. От того, что латвийское государство признает обязательным образование на государственном языке для всех, вовсе не значит, что оно запрещает дополнительное образование на других языках. Вот этот момент не... Минуточку, вы предполагаете. А за чей счет банкет будет этого образования нам надо дурить? Вот на эту тему мы можем долго и упорно разговаривать и за это бороться. И я вас поддержу. Насчет чего вы мне можете поддержать? За счет того, чтобы государство финансово участвовало в поддержании языков основных национальных общинах. В этом вопросе и я вас поддержу. И многие поддержат. Да, но в законе этого нет. В законе есть захоронение латышского языка и культуры. Другие обязательства на себя государство не может брать. Почему не может? Минуточку. Другие обязательства... Нет, подождите, минуточку. Я не закончил фразу, вы мне отдадите. Другие обязательства относительно других языков, других национальных общин, это будет решаться в процессе политических решений конкретных. Конкретными правительствами на каждом этапе. Это не может быть преамбулой Конституции и прочее. Латвия не может стать колыбелью для нескольких национальных культур. А вот в процессе развития, по мере экономического развития в том числе, если есть возможности, если есть соответствующие силы, которые в парламенте это пробивали, конкретными решениями обязательно должны проводиться. И расходы на поддержание национальных... Ну, если будут деньги, да, я согласен. И в том числе, не только... 38% на поддержание, они что, не содержат налоги здесь и всё, а их деньги куда деваются на... Сейчас их хорошо, очень хорошая тема. на кого только на вот еще получается это 38 процентов платят первое это будет касаться не только на самом деле вообще но еще и между роман а лично сегодня они на сегодняшний день ими да что законе есть а так как русские настаны а есть языки которые применяются в евросоюзе а имеет преимущество относительно русского а теперь ваш вопрос мы тоже платим налоги я понял конечно все мы платим надо не обеду их ваш вопрос вы тоже платите налоги мы очень почему вы на этот на эту проблему смотрите именно так как мы тоже платим налоги вы предлагаете налоги разделить между национальными общинами я не предлагаю разделить налоги но дело в том что в международных есть понятие то есть содержание вот этого вот два три момента есть первое существование культурные как бы в обществе какой-то людей не менее 100 лет если считается что 100 лет это почему то что если в третьем поколении они ассимилировать вот как во франции например русские почта то есть запрос на этот на культурные запросы до вопросов под финансирование получения государства плюс образование почва то есть а них нет практически в третьем поколении исчезли русский существует второй если их 20 и более процентов то есть карты 5 на руководитель то есть есть база для содержания этого понимаете когда там говорят что все равны я согласен в культурном плане так но если кто запрашивает их 5 человека не запрашивает себе права экономическом плане содержание школы всего остального то понятно что это тяжело но есть и 20 процентов то каждая из них является государственным платить речка то есть и финансовая база для содержания культурной общести она не мешает основной нации это общепринятые законы которые существуют в польше словаки по моему истории 20 то есть это принято поэтому здесь я поэт и не ввиду не то что я упрекаю у кого-то я делю деньги я имею ввиду что так как русскоязычный они практически иногда воспринимается как и русский 38 процентов только на мическое база не вкладывает государство они имеют возможность тоже получать на свое это культурные как говорится развитие в том числе и школы это не противоречит тому что я вам говорю это не судно не противоречит если государство есть возможность выделять средства на поддержание других национальных общин почему бы нет но это не для этого нужно не только возможность но и желание но это не отменяет желание побоимся за организацию пожелания а но это не отменяет обязательного школьного образования вот почему-то вы против этого и вы знаете что тогда есть все остальное будет необязательно что нет образование это уже ваше преимущество это и от души или от интереса знали языки а то слово предусматривается вы поймите право вы государство не может сделать закон то есть обязательное образование на русском взять образование на украинском за организации никто и не говорит образование на русском на украинском дело в том что на русский язык на сегодняшний день украинский язык на сегодняшний существует русская и правильская национальная школа где же она есть ну а чем без вам проблема что там мало изучают русского языка нет не в этом проблема а вы предлагаете но а предлагаете полностью образование на русском языке я предлагаю я предлагаю вернуться варианту 2004 года которые всех устраиваю кого не устраивает от варят все говорили что не не знает вы же все время поэтиза в отече язык его них не знают не знать но сейчас же все знают в отечестве из-за чего дальше давайте про почему почему вы сдергиваете тот компомисс который был достиг зачем нам мы из-за нами вы вспомнили по вариант которая всех устраивать во первых противника в латвийской государственности не один вариант никогда не устраивать противник какой-то ватвийских государств что это так и сформулируйте пожалуйста если хотите да я были люди всегда которые боролись против основы государственности что является основой государственности в вашем понимании мы уйдем опять от всех нету не подать рабочих христианских то есть рабочих христианских попроще всегда были люди против того чтобы латвия делилась теперь я всегда были люди против против восстановления называемого капитализма всегда были люди против того чтобы власть от компании отнять и устроить демократию всегда были люди против того чтобы изучать вот лишь язык против 50 на 50 тоже были демонстрации и все это такое прочее но сейчас сто процентов и то же самое сейчас сегодняшний постоянно если кто-то выходит в капитализма есть но они есть и сиди ватыши и не ватыши правильно в любом случае вы на мы делимся нет не меня не было сами присыпания а помышлению что автор против того латвического языка я не знаю таких людей которые против латвического языка я не знаю и в русской общине я поняла не закончил опять-таки мысль образование 50 на 50 это было именно из гуманитарных соображений принятое решение 50 на 50 не было ну 60 на 40 это не не в этом суть из каких соображений из гуман гуманных соображений а почему же гуманность потерялась для переходного периода а почему тогда это не сказали флотный период минуточку тогда не постепенно общество должно погружаться куда в эту пучину латышского языка постепенно я вам скажу сейчас упрекают а почему 30 назад сразу бы не перелили на волне подъема все бы заткнулись и 50 лет советской власти добровольно они сейчас переходный период устроили но борцы против основы государственности проигрывая одну позицию всегда на в чем основы государственности если вы имеете на храм был который поставил что типа есть в артическая нация и прочий народ то есть во главе государства это латышская нация остальные на это полностью меняет конституцию 20 года где было написано что основы является народ ваты без выделения латышки нации то есть 20 году часто и все остальные ученицы они приняли а два вот в двенадцатом году когда тут у нас прямо было принято и дело о том что вы поймете правильно это уже долгались уважаемые господи это другая республика то есть преамбулу изменила конституцию 22 года потому что сейчас и конституционные суды все и высылаетесь на пряму вы не на конституцию срываетесь прошла прям был прошел и вот это как ни странно изменила потому что например во франции сейчас 5 республика потому что там менялись сюда и я считаю что на сегодняшний день у нас не то есть публика которая была задумана оценные основателями а совсем другая республика потому что сейчас вообще по конституцию не вспоминать с кем не поговорить все прям уговорить и вы только так нет потому что я рефлексиваю на ваша можно славе здесь можно слава чего это изменивать а что у нас было голосование у нас было референдум по изменению конституции у нас от вас мы был референдум что мы согласны с изменением или 100 человек приняли все изменили характера республики атмосферах прошу слова уважаемый господин соколов уважаемый господин дакс я хочу обратиться к зрителям они меня видят сейчас да что-то камера в стороне видят уважаемый господин соколов и уважаемые зрители я удивляюсь как вы читали ту же преамбулу там нет сказано создать условия для сохранения в веках латышской нации это где вы имеете прямо ли да а я по конституцию там приоритет для латышского языка и культуры и благосостояние свободы и права человека для всего населения латвии повторяю это один повторяю разрешите повторить приоритет для языка латышского и культуры безусловный приоритет по всей территории но равные возможности развития права экономическое развитие благосостояние там есть такие слова для всего народа на слов когда я сейчас слышу современный наш язык я вспоминаю советское время минутку вот этих красивых красивых слов написано почитайте конституцию тридцать шестого года стали на что там написано минутку давайте чтобы вы на самом деле давайте сегодня мы вернулись к этой советской действительности когда мы пишем одно думаем другое делаем третье давайте не разбрасываться я не раз я правильно трактовал а я вот давайте придем к одному когда мы не придем сейчас во главе стоит не нация не люди национальности хорошо давайте нету когда мы же говорили прошлый раз нету я тоже я тоже процитировал прям приоритет культуры минуты права не не станет и сейчас минуточку дело в том что через 5 минут мы даже заканчиваем далее спасибо дагу и 5 музей это единство территории от свободы для того чтобы мы не были голословны весь все юридические документы мы должны читать в оригинале мы сейчас спорим о преамуле то мы должны положить перед собой и срываться я срывался на одну статью я я я тоже самое дело в том что дополнение конституции по правам человека хотели ввести в свое время даже сейчас после восстановления независимости да но потом это после долгих споров это продолжение не получился человек эти помните хотя в 112 статье даже основного закона не прям вы там упоминается тоже но мы упоминание только осталось и мы все это в том что по русской культуре и русской общине было только упоминание в латвии через несколько лет я хотел бы что по нас давайте зафиксируем все-таки этот момент что приоритет у культуры у языка но никакого приоритета у людей разных национальностей никакого приоритета и благосостояние культуру существует отдельно от людей он мифический он идеальный по нас людей отдельно как это приоритете то есть а людей нет вы поймите правильно люди овладевшие этим языком язык не идеален язык уникален уникален согласен с вами на минуточку пасть люди овладевшие языком и будут чувствовать себя равными не только по закону но и фактически я для этого для этого государства и вело обязательное школьное образование на государственном языке для равенства всех людей а плюс сохранить свою индивидуальность надо прилагать дополнительные усилия дополнительные финансирования и в этом я и вас поддержу и в парламенте найдутся люди за выделение дополнительных я вам скажу честно откровенно на сегодняшний день я не вижу этого всего давайте потому что понимаете в чем дело молодой человек выше вы говорили что язык не идеален он не калит то есть латышский язык уникален каждый язык уникален да но все равно даже вот в том что он сказал уже был как подтягиваться что он подразумевал под этим не конечно понимаете в чем дело оборусских ватвии русский язык ватвии которых что веками мы были это не это не не ценность ватве это там вас немножко это там россия там есть русские пусть они там а эти русские а какие-то русские теперь ватвии кто они вот кто они понимаете ждем я понимаю что каждый раз будет нормально для человека рада за свою уникальность но не может же человек проживая любой точке мира создать для себя свое национальное государство для них тоже не против тоже и не против никто а в латвии и всегда были и всегда были вы знаете как говорится вот я не помню кто игре всегда говорит какого-то как бы это был наши стрим до ватыш он сказал что не надо такой плохой палкой загонять ватыш здесь понимаете можешь и по разному вот сейчас что значит открытая латышкость вот сейчас это все стало модно говорится что это такое открытая латышкость разрешите покритикую нашего президента ну нет я я тоже не хочу его критиковать но переводчики переводчики когда он сказал что дорога в латышность открыта он рассказал по латышески латвийскурс а в русском языке существует два слова латышкость и латвийскость вот при переводе кто-то должен был это учесть так нет же ведь приписали президенту слова будто бы он всех хочет загнать в латыши он в латвийце всех приглашал латвийцы кто это а полоса латыши вот я не сказал 29 готова отвяжи и первой республике в от вещи выразились во что или тот как он же имел две коннотации отрицательный ватвиши это те считались которые не ватыш очень стать хочет вот и шоу да ну вот не на вниз не совсем этого пишет автор это тот вопрос который пытается все время должен нас меньшинство тоже не настоящий модель и вот вещей в 30-х годов исчезла опять же у нас сейчас есть но я не слышу в отвесе чтобы применять нас и на свыше латвия есть есть латвейши на латвийске но его не славится в отвесе этого тридцать в переводе но его в ответ здесь только в отвесе не слышал честно говоря ну так вот видите берегла латвийцы в переводе те же самые латвиши да а ведь перевели у нас я читал это большая ошибка это большая ошибка но у нас есть еще о чем поговорить но еще коммунизм даже не разрушили свои духи я хочу сказать чего говорить о том что мы не способны церковь мы стоите я хочу сказать за 8 мусусу минуточку я хочу закончить эту мысль знаете о чем бисмар свое время почитав капитал и все остальное сказал если вы хотите построить социализм выберите страну которую не жалко понимаете в чем дело это конечно латвия жалко естественно я здесь живу значит мы найдем моя земля я думаю даже найдем вообще язык сохраним русский и не только русские у нас много национальных общений я чем хочу вот закинуть такую на будущее вас не удивляет такое то что в латвии проживают масса людей асси имена ассимилированных русской культуры людей разных национальности как вы пришли с тоже разных национальности если вы пришли даже ассимилированные русской культурой которые всю жизнь жили в матрии понимаете а почему вы боитесь что через несколько поколений появятся люди ассимилированные русским языком я не боюсь этого все должно быть естественно что всю жизнь человек прожил в матрии является этническим утешу но он уже русскоязычный поймите правильно не выезжая я еще раз говорю я еще раз все должно происходить естественным путем а вы хотите делать это с при амбурми административного давления мы все наше разгождение естественным путем малый народ язык малого народа не сохранишь как есть уже сколько принято законов и все очень продолжает даже не я таки правильно тебе только остается понять правильность праведливость законод законность этих законов особенно когда это обсуждалось на смещение когда принималось вся законность в этом заключается не просто надо бежать спасибо дальше все вернемся обязательно спасибо вам спасибо крепят будем жить всего добра Всего доброго! Большое спасибо!